Накрытые эти плантации будут такой специальной сеткой, желтовато-коричневой. Это делается специально для того, чтобы солнечная радиация не вредила плодам, которые поспевают. А сами гроздья бананов будут в таких синих мешочках висеть. Как раз вот слева вот такие показались. Банан вообще интересное очень растение. Это трава. Это трава, которая растет из луковицы. Чем-то на лук порей похоже. То есть это, понятное дело, не пальма. Хотя некоторые, вспоминая свои детские книжки, раскраски, банановые пальмы видели там, вырастает где-то в течение 8 месяцев вот такой вот куст высотой где-то около 5 метров. Созревает плоды, собирает их, куст засыхает, сухую траву убирает. И снова начинается молодая порция вверх подниматься. Это и вот как раз слева от нас банановая трава. В мешочках, да, спелые плоды висят. Зачем их в мешочках держат? Для того, чтобы они не переспели. То есть вот этот мешочек, он замедляет немножечко поспевание. То есть если им надо, допустим, какое-то определенное количество отвезти в магазин или на рынок, снимают мешочки и быстренько это все доходит до кондиции, собирают. И на продажу остальные все мешочки еще пока находятся. Да, да, да. А кто здесь работает, как вы думаете, на этих плантациях банановых? Ну, в Союз... Нет, не граммы. Это тяжелая для рабов работа. Тайцы? Тайцы. Тайцы, филиппинцы. Ну, филиппинцы, смотрите, в основном филиппинцы у нас работают по уходу за пожилыми людьми. Здесь тайцы.